купили порезали сейчас роль будет упаковывать наверху чтоб ничего не сорвалось это весь материал который нам нужен на качелю на кровать первый проект начинаем переделывать китайскую качелю которая у которой ножки разъехались просто в разные стороны значит что нам нужно для материала для работы какой материал труба 40 на 40 сейчас я вам ее покажу 5 штук по метр семьдесят потом нам нужен плоская полоса 1 метр пятьдесят миллиметров тоже шириной и 2 метра ну да по метру две полосы 20 узенькие шириной значит по материалу и проходим 40 на 40 труба 8 с половиной метров нам надо метр стоит 210 рублей это 2022 год крым и того сумма выходит самая большая тысяча семьсот восемьдесят пять рублей это только труба 40 на 40 я считаю в евро то будет приблизительно 28 евро если считать по 65 дальше полоса 50 миллиметров шириной 142 рубля один метр это 2 евро 20 и полоса 20 миллиметров шириной два метра по 62 рубля за метр это сто двадцать четыре рубля евро 90 и того нам переделать только ноги вот эти обойдется в две тысячи пятьдесят один рубль или 32 евро а качеля у нас сохранилась хорошем состоянии вот она вот она качеля наша многие конечно мы уже выбросили и вот эта качеля пойдет на новые ноги получается которые сейчас нам обошлись в 32 евро что получится покажу это только материал мы не считаем мы не считаем электроэнергию диски потом шлифовочные диски электроды но естественно электричество для сварки значит показываю еще а и красков краска тоже не дешевая 9 евро вот такая банка 500 по-моему 590 рублей значит показывают 50 миллиметров полоса 20 миллиметров полоса так это уголки на кровать идут у нас и труба 40 на 40 вот такая труба готов на 4 нарезал трубу четыре ноги должно быть 2 справа 2 слева и 1 поперечная вот они 44 готовые обрезанные трубы и 1 чуть длиннее это будет поперечная первое второе он обрезал уже полосы две по метру это здесь будет для стабилизации и уже обрезал два вот таких вот тоже две металлические полосы 45 градусов и отверстие сделал уже для этой пружины на которой будет висеть сама качеля вот он все сделал я не знаю ну час наверное работаю он нарезал вымерял сверлил в общем осталось только начать сварку уже что-то вырисовывается друзья смотрите первое тренога двунога вот это готово обрезал здесь чтоб на полу стоял ровно заземление сделать обрезана под углом здесь уже положено это полоса металлическая будет сейчас приваривать роль и и все здесь вот здесь вот так все сделано это приблизительно вот так будет вот эта труба параллельная полу и здесь потом привариваться будет этот вот уже готов уголочек для нашей качели да вот так сейчас роль вам покажет как это будет вот так и вот так в общем так сейчас будет все привариваться короче говоря все обрезано отшлифовано осталось только всего сварить вместе конструкцию чем сейчас рульфа займется и потом у нас уже час дня обед на второй день работы работаем медленно но уверенно до обеда роль имеет силы работает после обеда после тихого часа как бы не очень большое настроение пахать поэтому и никуда не спешим поэтому медленно уверенно продвигаемся своей цели значит вчера но он вчера много сделал почти уже готова качеля вот смотрите вот эта часть уже полностью сварена поближе покажу сюда пойдет труба параллельная приварил уже этот эту полосу с отверстием ножки и внизу сделал тоже для стабилизации все одна сторона готова и сейчас он работает над второй стороной эту полосу он уже приварил горячим только что варил приварил это еще он будет шлифовать сейчас вымеряет точно своим металлическим уголком почти готова качеля конечно сегодня очень жарко ты почти 32 градуса а еще и варить бедный конечно роль это тяжело но уже все почти готово осталось только верхнюю трубу приварить а так уже все вчера повесили уже качелю все все подошло по размерчикам осталось только моя работа обезжирить и закрасить все качелька готова все рульф и сделал под себя теперь мог мог может кататься и 120 килограмм ну что друзья настала моя работа неделю у нас стояла жара просто сумасшедшая нужно было красить дух это ну сегодня хорошая погодка так что сейчас буду обезжиривать купила я вот такой обезжириватель надо хорошо обезжирить потому что краска молотковая не сказали надо хорошо обезжиривать поверхность шоколадная мы посмотрим купила такие ролики займемся работой порезала футболку и что она делала я же насобирала вот этих лоточков из-под китайской еды из-под суши дорогущая краска налила эта краска растворила просто этот пенопласт столько краски это все в комочках и она не ложится мелкие палки так жалко краску дорогущую ну кое-что смогла он что потекло чистая потому что потекло чисто я еще успела нанести сейчас попробую в другой лоточек мне все вот такой есть такой мне еще есть уже в пакет засуну балдеет а